Сегодня, 1 сентября, свои двери для ребят распахнули учебное учреждение города Конакова. Наша съемочная группа этот праздник встретила вместе с учениками Первой городской школы имени Дениса Стребина. На торжественной линейке в адрес педагогов и учеников прозвучало много добрых слов, в том числе и от представителей городских властей. Все надеются, что учебный год пройдет в штатном режиме. Для нас 1 сентября, День знаний, это действительно праздник. А будет этот праздник в онлайн-режиме или в режиме живого общения, покажет время. Я, естественно, за живое общение, потому что для нас онлайн-общение – это как заочное питание. Поэтому давайте относиться к этому дню и к процессу учебы, как праздник, который должен продолжаться целый учебный год. И в конце учебного года этот праздник должен закончиться хорошим праздничным салютом, в кавычках. Это хорошие оценки, пятерки. Онлайн-образование в прошлом учебном году воспринимали по-разному. Десятикласснику Шамшоду Норову было сложно, но успеваемость не изменилась, как и планы на будущее. Я хочу поступить в летный институт гражданской авиации и поступить на пилота гражданской авиации. У первоклассников впереди еще длинный путь во взрослую жизнь. А в первый учебный день они с удовольствием рассказывали праздничные стихотворения. Мне ранец купили, красивый, блестящий, совсем не игрушечный, а настоящий. Я буду стараться, не буду лениться. Я очень довольна, что я ученица. Вот директор высший класс. Приглашает школу у нас. Первоклассный педагог к нам приходит на урок. Этот год станет особенным. Учебный процесс организован в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора. Педагоги к переменам готовы. Каждый класс будет находиться в своем кабинете. Учителя будут приходить в каждый класс. У нас составлен новый график уроков. То есть у нас классы будут приходить в школу с двух входов заходить. И по расписанию, то есть они не должны у нас быть в одном и том же месте. То есть не должно быть большого скопления детей в одном и том же месте, таких как фото или раздевалка. Каждое утро школьников теперь будет начинаться с измерения температуры. Кабинеты станут проветривать гораздо чаще. Поход в столовую строго по графику. Неизменным останется профессионализм педагогов, которые готовы дарить знания каждому ученику. Редактор субтитров А.Семкин